сегодняшнем выпуске у нас вот гость это не побоюсь это слово легендарный может сказать создатель самой крутой группы turbo хой насколько я понимаю крутая после вот это вот после вот это вот вот эта группа после вот это я так понимаю ты поклонник вот вот этого да я давнишний поклонник я собираю кучу коллекции про король еще вот и вот это тоже пойдет в коллекцию к вырезкам статьям всяким там фотографиям теперь мне будет еще и пиво которое называется воспоминание о былой любви с самым крутым панком на свете под названием горшок но только я понимаю у тебя будет только воспоминание об этом пиве да как мы его сейчас оп так то ли мы трясли то ли могу еще добавить такой момент что на нашем любимом и единственном тапке тап как это известно но сайту антаб где по идее все пиво содержится там этого нету это секретный эксклюзив чистом виде может это просто паленка какая-нибудь главное короче рисунок а вот на вкус мы сейчас как раз продегустируем что за пивоварня не изучал я название что-то подзабыл ну наверное там всплывет я тебе скажу там короче их знает что за пивоварня ну ладно мы же собрались не король и шут обсуждать а пиво король и шут оба ну как бы и по и по дни горькая как здесь заявлено что сезонные и по а ты в курсе да что сезон и по нет не в курсе вот эти могу сказать что сезон и по это ну как сезонная она обычно любые сезонные напитки пиво с приставкой сезон они сварены немножко будет в облегченном варианте ну то есть как бы для лет для чтобы как бы освежающие такое в принципе он таковым или нет горечь нет вообще в охоте там крепкой где-то охота а чем пахнет и не чувствую надеюсь это никогда не корону надеюсь а я переболел мне похуй не вообще похуй ну в общем стал бы ты такое пиво пить перед концертом короля и шута я был единственно концерте короля и шута и там было пиво просто пиво пиво да 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 на волгоградском проспекте какой год талалихин 1996 выступали они в зависит тараканами и группы mad dog как бы на таракан я принципиально им протусовался лет на улице сигаретами вот король и шут мы тогда слушали они практически чуть ли не третий раз приезжали в москву а я был учета вот первый раз я еще сознание потерял потому что ты был фестиваль крылья но я разумеется не мог не пойти там в кастухи все там иракезы и была адская жара что я вот так до кастухи дотроился не мог держать потому что она была черная и прям накалилась я стоял в первых рядах только вышел короче так все меня тащили там бросил ты прям фанат-фанат фанат 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 вот расскажи что тебя трогает вот конкретно ну что у меня не замудренные тексты знаешь там иногда поют там чур знает про что поют сюжет окей потом скажем так харизматичный лидер то есть беззубый безумный а такой вот горшок кто бегает по всей там сцене орет там за имидж тоже имидж разумеется потому что я не люблю когда группы выходит и у них там не знаю там в треники футболка в которых они там дошли до метро а до этого сидели там короче просто за столом там и чипсы жрали очень соскучились по живым выступлениям поэтому сегодня выступаем для вас друзья в таком онлайн формате не должно быть шоу да то есть они выходили они там были крутые ракезы там шипы там плащ там горшка то есть был там проклепан там не списан там все пропьем но панк не опозорим и ну бодрая музыка веселая то есть не соляки там на 10 минут который послушаешь такой потом ставишь его так ты раньше поможешь там проматываешь песню с кассету нажимаешь там основу в соляк думаешь ебаный карась вот а там нет там маленький солячок такой там и послушал песни припевы и бодрая веселая движуха знаешь я не всегда группа когда начинает ныть потому что жизнь и на и так какая-то там ну скажем так не веселая там в нашей стране да и призывать куча там короче каких-то проблем и там еще начну чувака 15-летнего у него там дохуя своих проблем там двойку поставили там девушка не дает там не знаю там друг там то есть ты отдаешь отчет что это группа для детей ну для молодых разумеется вот но смысл в том что и зачем ему еще слушать какие-то песни которые будут ему что-то там втирать какую-то дичь чтобы говоря да тут мы послушал бодрые песни пошел на концерт там поплясал там разъебался полностью и амата можно рваться короче разъебался короче весь потный там с кривым ракетом идет обратно и у него понимаешь есть такой заряд бодрости чтобы прожить дальше жизнь весело вот и горшок то есть смотришь там на плакат горшка он там без зубы безумный такой он принципе весело эту жизнь прожил да он прожил жизнь как прям вот и смотришь на него и прямо во сколько она закончился 2013 год то есть тридцать десять лет он 30 практически 40 у нас лишь другая программа мы говорим также вот и про пиво а другой вот еще вопрос кстати возвращаясь даже не просто королю шуту а вообще как бы к движухе в целом этот вопрос придумал не я но как бы почему бы не задать его тебе как ты считаешь в каком году или вообще когда и благодаря чему вот эти вот селфмейдовские самопальные как бы такие расписные панки превратились как бы в чернофутболочных абраганов ой ой друзья панк это культура и у панка есть свои границы и рамки год 2010 уже началась эта вся херня я могу сказать почему потому что ну как только появился интернет да то есть чувак выкладывал свою фотку в каком-нибудь панки контакты куча всяких там и комментарии был говно аль говно это вот ты как ты выглядишь что же панковские ботинки это же продумали какие-то шаблоны то есть даже на работе у меня у меня не было столько дресс-куда сколько там в панк-роке то есть смотришь там вот это нельзя там какие-то срачи были вот совсем недавно еще помню конусные клетки или квадратный потому что еба-баба ребята там раньше чувак там я помню там панка 90 там еще был там у него будильник там был на цепи он ходил муж блин прикольно да то есть там хэнк там заморачивался там у всех все разные все интересные там не жабер тоже там свою одежду делал прикольно а тут вот только так черно-белые там чуть отошел от канона блин как это скучно как это понура как это уныло вот но все-таки есть веселые панки которые они смотрят на каких-то там вождей из пабликов и это очень хорошо потому что иначе было бы совсем все грустно скучно и одинаково то есть знаешь там смотришь такие картинки значит я не такой как все и вот реально штуки вот можно там панков на вставлять так на фотошопе тени там реальный я не такой как все у всех там черно-белые там кастухи вот эти жилетки не знаю раньше вот я помню 2008 год каждый там ну даже 2000 это все берут то есть еще захватилась каждый придумал там косуху по-своему то есть такой цвет такой цветом а сейчас там вот так так в паблике так вот так надо сделать это вот так люди клоны заполнили мир у них айфон как тебе пивко пиво нормальное не горькое главное что горькое то есть как бы не горькое и пахло да пьется нормальный вот так подливал бы подливался и подливал подливал потом у пошел на какой-нибудь концерт вот где бы там танцевал 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 угорал катался бы колобком и броду не есть такое понимание пивных вот этих делах одни называют его биткость может сказать и такая слышно вы это это не новое она получается пришло просто и звена и другое дело что она не просто пришло извинает как перевод на русский если брать французский и с французской форме говорит то вот вот это вот желание как бы хлебнуть и еще вот это глуантность глуантное пиво как бы это по панковски сказать а как по панковски сказать захлебнул бы ты еще этого пивка вот так я кстати подумал как вообще можно градацию расставить пиво там первое там пять да у нас там шедевр там четыре ну неплохо следующий раз возьму 3 это блин ну так сяк там два это короче блин обосрался но выпил а первое это пиво из арклуба это не пиво из арклуба это получше какая если один это полный пиздец и отрава 2 это как бы ну тоже говнище в общем-то я даже не знаю какой пиво один это просто в сердцах типа нет сука это один кстати эту баночку взял недешево по-моему было 350 я буду боюсь ошибиться но понятно они берут вот чисто за вот этот принт да а как не взять как него ты идешь за пивом смотришь там такую такую и тут пиво с горшком или я допустим иду а тут пиво короче с моей фотографии такой них и ценник там 3000 вот вы мяч я даже по-моему не спросил сначала сколько на стоит обскал дайте мне короче вот это пиво поэтому вот но поскольку она не горькая и действительно освежающая ну для меня я так все оценивают то ну 375 375 как мы уже предыдущих программах говорили для меня по крайней мере что я принципе больше не возьму но но нормально просто не возьму потому что не потому что есть миллион еще еще впереди огромное море где-то там даже на пятерочку есть пиво поэтому надо продолжить свою соответственно то которое стоит повторить охота от возвращаясь классификации что тоже было понятно охота это два с половиной ёбаный концентрат это чё такое было слушаешь то что ты стала когда-нибудь единицу про вообще единиц ставил дело в том что крафт есть такие интересные вещи как сочетание то есть сочетает тут может кому-то что-то нравится и вот было одно я про него уже тоже упоминал в программе четырех пивоваров сальса так там было пиво из огурцов причем огурцы были с горькой шкуркой и молочное пиво из огурцов с горькой шкуркой огурцы с горькой шкуркой пробу когда-нибудь навсегда с горькой шкуркой отрезает нахуй ну а тут ее не отрезали тут ее в пиво замочили короче пейте чуваки ну что ж твоя оценка но я поставлю 4 очку вот потому что ну 5 как известно это типа потому что божественно только благодаря а4 ну не знаю я просто не могу сказать что отвратительно то есть я бы еще себе друг я подлил и поэтому раз уж я если бы подлил значит пиво хорошее вот не такого что и я бы стал ты пиво пить только есть вообще ничего нет а выпить надо вот а так вот если бы она была у кем все подливал смотрел бы какой-нибудь весел там концертик и кайфово да